Успешный, уверенный в себе красавец Геннадий Корольков был настоящей звездой советского киноэкрана. Ему доверяли роли положительных героев, и эти образы стали визитной карточкой Королькова. Судьба щедро одарила артиста талантом и всенародной славой, но заставила пройти через нелегкие испытания. Какой же была жизнь любимого миллионами зрителей актера? Геннадий Анатольевич Корольков появился на свет в городе Рославль Смоленской области в самом начале войны, 3 июля 1941 года. Отец мальчика ушел на фронт, а мать присоединилась к партизанскому отряду. Она погибла в занятой фашистами деревне, когда пыталась найти немного еды для маленького сына. К счастью, отец Гена вернулся с фронта живым. Вместе с сыном он перебрался в украинский город Львов. Гена хорошо учился, но его любимым занятием стало участие в самодеятельных постановках. После школы он поступил в студию при Львовском театре имени Звигильского. Учиться было сложно. Корольков крайне плохо знал украинский язык, поэтому через год юноша решил отправиться в Москву. Там Геннадий стал студентом школы-студии имени Немировича Данченко. После окончания вуза Королькова приняли в Центральный детский театр, а спустя 4 года в Академический театр имени Маяковского. Но прямой и честный артист ушел из коллектива в знак солидарности с другом, которого несправедливо обидел режиссер. Похожая ситуация сложилась и в театре Линком. Геннадий заступился за свою жену, которую режиссер назвал бездарной актрисой. Наконец, в 1976 году Королькова приняли в театр студию киноактера, где он сделал блестящую карьеру. Дебютом Геннадия Королькова в кино стала главная роль в фильме «Три дня» Виктора Чернышева. Актер начал активно сниматься и в начале 70-х годов уже был всесоюзной знаменитостью. Чаще всего Королькову предлагали роли положительных героев в детективных и приключенческих лентах. Он прекрасно сыграл в картинах «Черный принц», «Трактир на Пятницкой», «Тень исчезает в полдень» и многих других. Геннадий Корольков пользовался успехом у женщин и часто заводил романы. Но все изменилось, когда он встретил актрису Фатиму Кладу. Геннадий с первого взгляда влюбился в нежную, женственную красавицу. Молодые люди сыграли свадьбу. Вскоре в семье появился сын Антон. Корольков очень любил мальчика и с удовольствием купал малыша. И менял ему пеленки. В 90-е годы Геннадий, как и многие актеры, остался без работы. Чтобы прокормить семью, он устроился в ресторан гардеробщиком. Не сумев смириться с новой жизнью, актер пристрастился к спиртному. Отношения супругов испортились, и брак распался. В конце жизни Геннадий неожиданно обрел внебрачную дочь Елену. В 1976 году, во время съемок за границей, у Королькова случился роман с ее матерью, чешской актрисой, с Дэнкой Бурдовой. Елена Бурдова стала известной журналисткой. Спустя много лет мать рассказала ей правду. Геннадий встретился с дочерью на телепередаче «Жди меня». Это стало для актера очень радостным событием. В конце 90-х годов Корольков вернулся в кино и на сцену, но интересные роли ему предлагали редко. Геннадий жил в одиночестве, общался с сыном Антоном и внучкой Настей. Со временем актер стал жаловаться на плохое самочувствие. После обследования ему поставили страшный диагноз – рак. Геннадий пытался бороться, но болезнь победила. 23 февраля 2007 года 65-летний артист ушел из жизни. Геннадию Королькову досталась нелегкая судьба, но в его жизни было немало счастливых моментов. Каждый фильм с участием Королькова становился событием. У прекрасного актера было множество поклонников, которые продолжают его любить до сих пор. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!